Начало февраля Виктории Как и анонсировалось накануне, всех прибывших на гонбол Викторию ждал потрясающий музыкальный сюрприз. Кавербенд «Мандарин» выступал в центральном холле на разогреве у матча. Группа мотивировала публику на предстоящее гонбольное сражение, в том числе популярными хитами мешковцев. В Бресте гонбол непохожие, самое любимое. Заявка на матч нашей команды успокоила. В ней значились и Горок, и Шкуринский, получившие повреждения в битве с Вардером. Плюс приятная неожиданность. Максим Баранов был внесен в стартовый протокол. Его брестская публика встретила особо горячо. Я отдам все, что я отдавал до этого. Может, у меня в прошлом, когда уходил, не все получалось, но надо была, наверное, какая-то перезагрузка. Она произошла. В составе гостей с корабля на бал попал коллега Макса Баранова по Адерхею Вячеслав Солдатенко. Он-то и стал периодическим проблемным моментом для нашей команды на старте матча. Развитие счета как в лучших спортивных триллерах. К девятой минуте введем два мяча 5-3. Хорошего эти минуты в завершении Александр Шкуринский. Правда, спустя еще 9 минут уже отстаем на два гола 8-10. СКА берет своим главным козырем. Скоростью. Да и Пешич подрастерял кураж прошлого матча. У гостей частит с попаданиями Донцов, получивший добро на профильную позицию с 15-й минуты. К концу тайма не удается догнать в счете. Хотя последняя атака и фолл на Никуленкове поначалу были обозначены арбитрами как 7-метровый и удаление нарушителя Бохана. Но после раздумий у столика братья Буцкевичи пенальти отменяют, оставляя в силе только 2 минуты. Момент на совести арбитров. Уходим на паузу с отставанием в мяч. Сразу со старта второго тайма Стойкович и Шкуринский возвращают БГК преимущество. 16-15. С удовольствием отметим мяч Мешковцев на 35-й минуте. Никуленков со Шкуринским разыгрывают гонбольный шедевр с влетом на завершающий бросок последнего. 19-17. Похоже, такое исполнение подействовало воодушевляюще на всю команду. Точны Стойкович. Шумак. Снова Шкуринский. И впервые в матче наш перевес достигает трех мячей. 22-19. Вовремя корректирует прицел Джорджич. Два точных выстрела серба. И уже ведем плюс 4. 24-20. Ну и взрыв трибун Виктории. Перехват Горока. И гол в отрыве Дениса Рутенко. 25-20. К 46-й минуте. Тут бы и дожать поплывший Минск. Но удаляется Горок. Не забрасывает пенальти Стойкович. Потом 2 минуты Шумаку. И к 50-й минуте снова ничего не ясно. 25-24. Дальше 5-минутный размен мячами. 27-27 на медиакубе Виктории. Когда секундомер начал отсчитывать последнюю пятиминутку. Теперь уже нервы не выдерживают у гостей. Да уж тут получает подшивалов. Численный перевес используем по максимуму. Стойкович 7-метрового. И после Денис Рутенко снимает вопрос о победителе с повестки субботы. Дальше только корректировка итоговых цифр. Наша победа. 30-27. Прежде всего хочу поздравить ребят, которые сегодня проявили характер. Хотя не сказать, что игра у нас не получалась. В принципе, играли нормально. Единственное, что с 22% сейвов наших вратарей мы выиграли. Я считаю, это подвиг. Ни Пешеш, ни Мацкевец сегодня абсолютно не были в игре. Поэтому не получалось у нас зацепиться за положительный результат нападения. Думаю, что сыграли неплохо все белорусы. Хотел бы выделить Шумака, который удачно сегодня сыграл в нападении. Те, кто играл на чемпионате Европы, естественно. Я от них не ждал. Ни от Юринка, ни от Шиловича, ни от Рутенко. Я только не ждал хорошей игры, потому что психологически ребята выхолощены. Но, слава Богу, все закончилось удачно. Думаю, что теперь психологическое превосходство на нашей стороне у нас на 1 очко больше. Плюс играем последнюю игру чемпионата Соскодома. Это очень важно. Еще раз, конечно, спасибо болельщикам. Надеемся, что эта поддержка не утихнет, и они нам будут помогать, наши болельщики, в дальнейшем. Потому что для нас это очень важно. Я думаю, что все понимают, что легких игр Соскал уже не будет. Они все доказали, что хорошо научились играть в гонбол. У них очень хорошая команда, амбициозные все игроки, многие с хорошим будущим. Сложно играть было, мы очень рады, что выиграли. И будем продолжать в таком же духе. Поздравляю всех с победой. Считаю, что игра получилась как два разных тайма. В первом неплохо смотрелись нападения, но в защите не могли зацепиться. И за счет этого СКА и лидировал. Думаю, у них воротарь более-менее тоже хорошо сыграл в воротах. В перерыве обсудили, что нужно сделать правильно, что кого где прикрыть, как отстоять в защите. И я думаю, что у нас, в принципе, все получилось. И главное, что мы выиграли. Будем идти дальше. Продолжение гонбола с приставкой ТОП уже в среду. Возвращаемся на уровень Лиги Чемпионов. Принимаем викторий Датский Ольборг. Начало матча в 20.00. Приходите на гонбол.